всем привет рада приветствовать вас на своем канале меня зовут валентина пасхина и это канал о вязании сегодня будет видео с моими процессами их четыре и честно говоря для меня это на самом деле стресс потому что обычно у меня два процесса один такой основной второй дополнительный получилось так что их четыре поэтому мне очень хочется с вами поделиться они все абсолютно разные это и шелк это и вискоза это и хлопок это и альпака то есть совершенно разные процессы и крючком и спицами хочу вообще поделиться самыми впечатлениями на пока они еще живы свежи потому что видео с готовыми работами обычно снимают тогда когда уже копятся до какое-то количество работ вот поэтому об этом сегодня и поговорим конечно же подписывайтесь на мои социальные сети я оставлю их внизу насчет ссылки в инстаграме сейчас не уверена поэтому оставляю вам ссылку на мою группу вконтакте на мой телеграм-канал обязательно подписывайтесь и будем с вами на связи тем более там там есть полезный классный контент и так вернемся к процессам начнем мы с крючка крючком у меня всего один процесс и он довольно долгоиграющие не знаю когда его закончу хотя в нем осталось вот прям чуть-чуть давайте покажу это процесс из стопроцентного шелка это мой первый опыт с работы с таким как я так понимаю что это малбери шо шелк то есть это очень тоненький шелк он у меня он у меня вот сейчас прям размотался но выглядит он сейчас вам покажу вот так то есть это блестящий шелк я вяжу его в три ниточки сматывала это жутко неудобно потому что он разматывается он распадается клубок и это конечно прям такое знаете неудобство и собственно вот это у меня такой жилет тире блуза да то есть как я хотела на будет на пуговках из мотивов крючком из квадратных да вот это лицевая сторона такие квадратики по бокам у меня идут половинка квадратика и они находятся такими ну как бы как ромбы расположены спинка просто прямая а передняя часть как раз идет покажу вот так видите может кстати мне примерить его сейчас так может быть хочет понять так 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 ну собственно вот так это должно выглядеть будет еще обвязка по рукаву и здесь я уже начала делать обвязку кстати давайте встану так это выглядит он свободный и здесь я хочу я уже начала видите обвязку я здесь хочу сделать такие черные пуговки чтобы это все застегивалась и здесь довольно широкая пройма и по пройме тоже будет обвязка то есть как я планирую носить мне хочется по дне столб черный да понятно что это такой знаете летний вариант хотя можно скорее всего из-за носить с водолазкой но мне хочется видеться точнее это изделие с черными брюками палацу такими широкими с высокой талии и сверху как раз вот это изделие мне кажется будет прям огонь но здесь вообще ничего сложного нет то есть это просто квадратики соединенные в общем вообще ничего сложного нет половинка квадратика схему скорее всего я дам наверное когда закончу до когда уже будут фото готовы работ но ничего сложного нет абсолютно то есть это просто квадратики и половинки квадратиков которые соединены и кстати соединяла я сразу же в процессе вязание красиво я люблю такие вещи для меня это знаете такая отдушина вот именно крючок прям люблю обожаю просто нежной любовью кстати я сейчас у меня тут рядом покажу раз уж мы начали про крючок и про мотивы на канале вышел мастер-класс вот с такой балаклавой тоже квадратами крючком ставлю ссылку он абсолютно бесплатный вот и в совместники в группе контакте мы вывяжем раз уж мы заговорили про квадраты люблю я это дело знаете в общем крючок это вообще это просто кайфушки какие-то я на самом деле очень люблю крючок и люблю такие какие-то вещи вот топ когда я довяжу я сделаю видео отдельно с шелком потому что вот это получается такой тоненький шелк и до этого я вязала платье шелк там был в цепочке в общем расскажу поделюсь впечатлениями что и как в общем потому что шелк он такой довольно знаете непростой в работе на мой взгляд по сравнению с хлопком да поэтому когда я буду готова об этом я сделаю отдельное видео такое же как про буретный шелк у меня тоже есть по моему видео отдельно про буретный шелк я вам оставлю оставлю внизу ссылочку и у меня кстати в планах этим летом повязать еще именно из шелка мне прям очень хочется и так про шелк поговорили давайте теперь покажу вам изделие на которое я делаю описание точнее я вас сначала свяжу смотрю если все получится то сделаю это ранее сначала покажу пряжу пряжа это length норма рассыпался моточек пряжа у меня лежит очень давно здесь на 50 грамм 135 метров и здесь в составе получается 55 бамбук 35 модал и 10 процентов вискоза то есть это как раз вот шнурочек смотрите вот он рассыпался пряжа приятно пряжа прям очень приятная и из-за того что это шнурочек вот эта вся пряжа по идея на нестабильная да то есть модал модал это ну тоже разновидность разновидность вискоза если не знаете бамбук вискоза это все знаете то что вообще не держит никакую форму вообще ничего поэтому в шнурке мне кажется что это прям если вы меня смотрите давно вы наверное могли видеть где-то в процессах я уже из нее вязала но все что я вязала меня не устраивало по каким-то или иным причинам плюс меня немножко подразочаровала пряжа потому что в предыдущих матках у меня была такая знаете ситуация неприятно когда идет идет шнурок а потом он в каком-то месте просто становится такой тонкий такая тоненькая тоненькая ниточка то есть как будто лысая петля получается то есть это нужно разрезать выбирать этот некачественный кусок и снова продолжать вязание даже вот здесь смотрите вот уже есть узелок хотя пряжа как бы мне кажется что в такой пряжи не бюджетная сейчас тем более таких косяков быть ним не может но все таки сама пряжа вот ну как бы мне нравится тактильно очень нравится нравится вот именно этот задумка в шнурок сделать да такую нестабильную пряжу поэтому я решила еще раз попробовать еще раз дать ей шанс я распустила все что у меня было из нее и сейчас я вяжу жилет опять же жилет жилет топ жилет то есть чтобы это можно было носить как топ да именно в таких летних вариантах можно было бы как же летом то есть на футболку на блузку на что-то угодно одеть вот так это выглядит мне очень нравится этот растительный орнамент вот я тут добавила узорчиков и это самый маленький размер в размерах побольше там будет больше узоров да потому что он будет шире и это получается у меня одна половинка то есть он будет довольно свободный вот я сейчас вяжу и плюс будет потом как бы обработка и на пуговках я хочу спереди сделать вот и полотно которое мне получается вот именно в этой пряже мне нравится то есть он такое струящаяся очень классная и это будет укороченный вариант потому что пряжа у меня всего четыре матка поэтому прям тык впритык и он будет очень короткий именно для изделий с завышенной талии до чтобы мне хватило именно пряжа чтобы не надо было ничего докупать поэтому надеюсь что мне хватит и 2 вот такой жилет у меня и задумка найти вискозу в шнурке бобинную я хотела пряжу определенно в мотках из которой я уже вязала такую блестящая струящаяся но к сожалению сейчас я не нашла в производстве и и сейчас 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 просто никто не найти поэтому просто хочу какой-то аналог и вот мне хочется какой-то золотистый такой жилет опять же удлиненный до чтоб можно было наносить с широкими летними брюками вот в общем вот так получается полотно мне прямо очень нравится как получается и это вот но только начало его вижу я вижу когда когда есть время да так но вот этот процесс а я думаю что все таки все получится и выйдет к лету описание и следующая работа которую я вижу она из-за работа очень вам понравилась в везде где в каких социальных сетях я бы и не выкладывала она понравилась всем сейчас а вот так она выглядит это стопроцентный хлопок вижу я на спицах номер 4 и я специально сейчас пересняла на длинную леску чтобы вам показать вообще красота смотрите тут двойная такая горловина она узкая и она со скрещенными петлями мне очень понравилось как здесь все получилось потому что здесь горловина смотрите как аккуратно я ее соединила и здесь у меня сверху то есть пошло уже безотрывное вязание то есть это я уже вывязывала тут хитрым способом горловины по переду и вывязывала росток то здесь есть росток и это изделие с открытыми плечиками то есть это реглан сверху с открытыми плечиками я вот уже отделила тело и узор после в то он расправится то есть мне хотелось прям узористая узористая вы поняли да чтобы не уже потянуло на узор и видимо после больших изделий лицевой гладью потому что вообще я люблю да лицевую гладь и мне кажется что она такая знаете самая носибельная плюс я еще вязала в рамках своего курса реглан сверху да то есть показать свою экспертность потому что ну в принципе реглан сверху для меня это очень просто на самом деле но и у меня таких изделий было мало но мне же нужно показать что я могу поэтому я вязала и вот здесь тоже получается по расчету то есть весь расчет который я даю на курсе то есть это базовый расчет реглана сверху вот но зная его можно воплощать любые свои вот такие идеи и пряжа здесь очень классно это хлопок стопроцентный хлопок причем он состоит ниточка из-за нескольких ниточек сейчас я покажу то есть ее можно прям вот растрепать ту ниточку и она в мотках по 100 по 100 грамм эту пряжу покупала у себя в городе в магазине филотория у лены я вам оставлю внизу ссылочку давайте на ее группу вконтакте и я была у нее вот на днях буквально за новой пряжей это пряжа еще есть она прям летний я вам ее очень рекомендую она по цене очень получается выгодная и 100 граммовые моточки я надеюсь уложиться не знаю 5 может быть может быть в 6 даже потому что много много переплетений красота потом схему дам вот описание не будет я только девочкам расскажу то есть у меня есть закрытый чат где я какие-то такие сложные вещи рассказываю девочкам которые были на курсе потому что они знают мой расчет да мою теорию поэтому они поймут что и где и как и мне очень понравилось как я сделала здесь рукав то здесь у меня айкорд смотрите и это я сразу обработала то есть я получается вязала одну часть потом набрала айкорд вторую часть второй и корт и потом когда следующий раз вязала уже из айкорда поднимала нужное мне количество петель и я сразу же убила двух зайцев то есть я сразу же обработала плечико да и ну просто мне ничего ничего не надо потом дополнительно тут делать прятать кончики по моему классно вышло и цвет такой прямой но я не знаю возможно выставлю на продажу посмотрим по мере я знаете такой casual больше любитель любитель спортивных штанов и здесь получается немножко по бокам лицевой глади вот такая вещь красивая надеюсь что все получится и ее я вижу ну просто как вы знаете не в рамках там чего-то я ее просто вижу поэтому что у меня вот эта пряжа лежала тоже долго я думала как бы ее перевязать потому что очень жалко когда хорошая пряжа лежит и ну и не знаю что с ней сделать в общем в общем вот так я довольна этим изделием и надеюсь что довяжу потому что она вяжется довольно долго там много перекрещиваний поэтому я знаете кайфую просто кайфую наслаждаюсь ну и последнее последний мой процесс он тоже из очень интересной пряжи мне очень хочется вам ее а это кстати пряжа из этого же магазина филатория просто находится меня в городе мне удобно действительно но лена работает и по всей россии в общем я к ней пришла за пряжи какая цель была я сейчас делаю получается новый обучающий типа курс до для совсем новичков ну то есть кто не вяжет ну вы понятно что рассмотрите меня значит вы вяжете уже вот для тех кто прям не вяжет совсем такой простой свитер и мне хотелось что такое объемное оверсайз да и для толстого номера спиц но при этом чтобы изделие не утяжлялось да а если писать меринос допустим то изделие будет понятно что тяжелая тем более мы точно и я нашла вот эту пряжу я надеюсь что вам будет видно ее структуру это шнурок тут по моему полиамид а полиэстер полиэстер шнурок ведь он блестящий сам и он набит мериносом и пухом альпаки посмотрите какая невероятная пряжа просто и она мне так понравилось называется она мафил ковал 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 здесь вот получается 40 процентов baby альпака 25 процентов меринос и 35 полиэстер производитель рекомендует спицы 67 я согласна но 6 мне кажется будет прям очень плотно для 6 под шестерку это допустим шапки какие-нибудь да такие чтобы плотные были ну что давайте покажу покажу что получается вот такой свитер он бы со спущенным плечом снизу вверх и смотрите какое полотно шикарное вообще это то что сейчас прям в тренде в тренде и я вижу на шесть с половиной но я бы вязала скорее всего на 7 просто в моем наборе чагу нет семерки и нет 7 с половиной а все спицы которые у меня были отдельные их отдала свекрови поэтому я вижу вот на шесть половиной но вижу довольно свободно вот такая красота здесь у меня уже сейчас 2 моточек идет и она но она не сказать что она прям такая как облачко нет потому что здесь конечно же вот этот вот такой полиэстер люрексный шнурок да поэтому он такой дает свою жесткость но альпака смягчат мне нормально меня конечно чувствительная но мне нормально к телу но мне прям очень хотелось показать вам структуру пряжи и с изнаночной смотрите как красиво вот в общем я очень рекомендую вам эту пряжу попробовать и сама уже жду результаты хочу уже быстрее быстрее довязать но я надеюсь что вот этот процесс у меня будет самый такой ближайший мне конечно очень хочется довязать все процессы побыстрее особенно мне хочется довязать от не все хочется довязать но едут найти последнее время получается что я одно чуть-чуть вижу 2 чуть-чуть третье вижу и в итоге то нет какого-то готового результата нет эффекта завершенного действия поэтому вот надо как то наверное поочередно начать каждый заканчивать потому что к лету уже есть много других идей и надеюсь что все получится ну что пишите в комментариях что вы вяжете что у вас сейчас на спицах очень интересно потому что в инстаграме мне написали что кто-то еще вяжет прям шарф к лету вот поэтому переходите опять же в контакт переходите в телеграм потому что не знаю что будет с ютубом очень конечно жалко если вдруг так получится что с ютубом нам придется расстаться будем видеться тогда в контакте там тоже в принципе неплохая видеоплатформа вот я вас всех обнимаю я желаю чтобы у вас всегда ваши изделия доставляли вам радость удовольствие всегда получались с первого раза все всем пока увидимся в моих новых видео